МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Определены подрядчики для зимнего содержания региональных дорог. Победители электронных аукционов должны будут с января по май содержать дороги в надлежащем состоянии, обеспечивая круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств. Парламентарии региона посетили Ненецкую агропромышленную компанию. В ходе рабочей поездки депутаты ознакомились с работой цехов переработки и обсудили перспективы развития предприятия. Благодворительный концерт «Добрые песни о главном» собрал 950 тысяч рублей. Деньги направлены на лечение маленькой жительницы Нарьинмара Варе Журавлевой. В Нарьинмаре состоялось торжественное открытие регионального чемпионата WorldSkills Russia. В этом году участие в нем принимают 75 учащихся. Определены подрядчики для зимнего содержания региональных дорог. Победителями двух электронных аукционов на оказание соответствующих услуг стали строительно-промышленная компания «Темпдорстрой» и «Стройуниверсал». «Стройуниверсал» будет заниматься содержанием автомобильных дорог на территории Нарьинмара и поселка Искателей, участка между Нарьинмаром и съездом к тепличному комбинату «Солнышко», дороги от окружной столицы до поселков Искателей Красного, а также участка дороги город Нарьинмар-Лаевош. Цена контракта составляет порядка 173,5 миллионов рублей. Цена контракта второго электронного аукциона составляет порядка 69 миллионов рублей. Победитель будет обслуживать три участка автодороги Нарьинмар-Усинск. Это 48-километровый участок до границы Ненецкого округа, подъездная автомобильная дорога к поселку Корьягинский и третий участок дороги Нарьинмар-Усинск протяженностью порядка 15 километров. Победители электронных аукционов должны будут с января по май содержать дороги в надлежащем состоянии, обеспечивая круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств. Источник финансирования – бюджет Ненецкого автономного округа. Парламентарии региона посетили Ненецкую агропромышленную компанию. В ходе рабочей поездки депутаты ознакомились с работой цехов переработки и обсудили перспективы развития предприятия. С начала 2019 года процесс переработки молочной продукции Ненецкой агропромышленной компании производится в цехах бывшего акционерного общества «ВИТО». По словам руководителя предприятия Анатолия Чудочина, при поддержке окружного бюджета было приобретено новое оборудование, благодаря чему продукция агропромышленной компании имеет очень высокое качество. На сегодняшний день на наш цех поступает в пределах 4-х, 200-300 молока ежедневно. Молоко это перерабатывается, и молока у нас катастрофически не хватает. Не хватает сырья. Значит, валовое производство молока в день в пределах 5,5 тонн, тонну 300 перерабатываем в Оксино на комплексе, на ферме, на цехе переработки. Остальное здесь. Продукция предприятия поставляется в образовательные учреждения округа и реализуется в торговых точках города и поселка Искателей. В ходе рабочего визита парламентарии ознакомились с работой цехов, приемки молока, детского питания, изготовления творога, пастеризации и фасовки. Сейчас мы заказываем по зимнему вторую покупку, и в таком виде творога уже не будет. А в каком виде будет? В стаканах. А, вот в таких, да? В стаканах будет больше, они будут в окромовой фасовке. А эта стоимость тогда увеличится? Не увеличится. Ну, а стоимость стаканчика тоже дороже? Она там небольшая. Но тем не менее. Она там небольшая. Но мы планируем в этом году повышение. На какие-то виды увеличения, потому что внутри года цены не поднимаем. На субсидирование производства молока ненецкая агропромышленная компания выделяется более 150 миллионов рублей в год. Ранее губернатор округа Александр Цибульский и председатель собрания депутатов НАУ Александр Лутовинов обсудили возможность продления срока действия субсидий для предприятий сельского хозяйства, занимающихся производством молока. Речь тогда шла о субсидиях на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Ее размер был увеличен до 85 рублей на килограмм молока базисной жирности, реализованного или отгруженного на переработку. Эта мера господдержки направлена на снижение затрат хозяйств на проведение корма заготовительной компании. Все те вопросы, которые касаются сельского господдержки, в том числе и его бюджетирования, эти вопросы находятся всегда в центре внимания работы депутатов. В ходе рабочей встречи с руководством ненецкой агропромышленной компании парламентарии обсудили результаты работы предприятия за 10 месяцев и вместе с коллективом обсудили насущные вопросы. Для предпринимателей Ненецкого округа, желающих организовать въездной туристический поток из Юго-Восточной Азии, региональный центр развития бизнеса организует «Круглый стол». В качестве спикера на мероприятии выступит автор многочисленных статей в прессе и сценариев документальных фильмов, посвященных чайной культуре, лектор Русского географического общества Сергей Мстиславский. Участники «Круглого стола» обсудят организацию въездного турпотока из Юго-Восточной Азии, принципы генерации пассажиропотока в современной туристической отрасли и определят, какие точки интереса возможны в Ненецком округе из актуального туристического мейнстрима. «Круглый стол» – определение точек роста экспорта Ненецкого автономного округа, экспорт туристических услуг состоится во вторник 3 декабря в гостинице «Заполярная столица» начала в 16 часов. Подать заявку на участие или узнать подробную информацию можно по телефону 8 818 53 2 12 77 или обратиться лично по адресу улица Ненецкая, 3. Организатор мероприятия – Центр поддержки и экспорта, Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа. «Круглый стол» организован в рамках реализации в Ненецком округе национального проекта «Мало и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы при содействии Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа и Минэкономразвития России. В Архангельске пройдет международный кинофестиваль «Арктик Оупен» – социально-культурный проект, объединяющий представителей киноиндустрии, журналистов, писателей, мастеров театра, ученых, студентов, а также жителей северных территорий. Организатором кинофестиваля выступает НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня». Участников ожидает насыщенная программа, знакомство с современными тенденциями кинокультуры стран Арктики, просмотры премьерных фильмов, режиссеров «Севера» и многое другое. На 22 площадках пройдут показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, выставки и перформансы, открытые лекции и творческие встречи. Помимо этого предусмотрена деловая и образовательная программы. Также в рамках фестиваля пройдет ночь фестивального кино «Арктик Оупен», семейные показы для юных зрителей и их родителей, будет организована специальная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Добавлю, кинофестиваль «Арктик Оупен» пройдет с 4 по 8 декабря в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, Коныши, Североонежске. Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля. В Нарьинмаре прошел благотворительный концерт «Добрые песни о главном». В девятый раз на сцене Дворца культуры Арктика выступили сотрудники, руководители окружных учреждений, депутаты всех уровней. Концерт проходил два дня и собрал 950 тысяч рублей. Эти деньги решено передать на лечение нашей землячки, 9-летней Варе Журавлевой, которая с диагнозом «рак мозга», в настоящее время проходит лечение в израильской клинике. «Добрые песни о главном» в Ненецком округе – событие, уже ставшее традиционным и с нетерпением ожидаемым. Билеты на благотворительный концерт в этом году были раскуплены практически за две недели до его проведения. Концерт, который проходил два дня, собирал аншлаги. Его посетили более тысячи человек. Мне все нравится. Выступления вообще хорошие все. От души я, в общем, прихожу сюда. Отдыхаю, честно говоря. Конечно же, интересно посмотреть на наших руководителей различных уровней, как они проявляют себя в своих талантах, как они выступают, поют. Это все как-то приятно и полезно. Очень интересно смотреть на самодеятельность наших артистов, наших руководителей. Люблю ходить на эти мероприятия, все время хожу. Особенность благотворительного концерта 2019 года – весь репертуар исполнителей родом из 90-х. Хиты-дискотек и шлягеры, популярные в конце прошлого века. В этом году мы взяли за тему 90-е, ну и, соответственно, посмотрели репертуар, который был популярен, определили для себя хиты. Главная изюминка концерта – на сцене неподготовленные артисты, представители органов власти, работники государственных бюджетных учреждений и организаций блещут талантами. В концерте приняло участие более 40 человек. Когда работаешь с профессионалами, конечно, номер готовить. Сложности есть, но их было больше, если бы не было рядом профессионалов. Но у нас есть команда, есть профессионалы, поэтому все сложности мы преодолевали вместе и, в общем, справились. Да, я впервые участвую в этом мероприятии. Ну, сложного ничего не было. Честно сказать, просто это новое состояние. И главное, что цель этого мероприятия, она очень хорошая и добрая. И поэтому ради этой цели мы здесь все на сцене принимаем участие. Очень хороший коллектив участников, которые исполняют песни. Сегодня мы, ну, так сказать, создаем, наверное, атмосферу, собираемся с нашими коллегами, да, с кем мы работаем каждый день, не имея талантов, наверное, к исполнению музыкальному, но мы хотим именно собраться, сделать такое вот интересное мероприятие и, самое главное, собрать деньги и направить их в Красный Крест. Организаторами мероприятия традиционно выступают Дворец культуры Арктика и Ненецкое региональное отделение Российского Красного Креста. Все собранные средства передадут в Ненецкое отделение Российского Красного Креста на благотворительные цели. Рано посидели, мы и видит набором, и видит режиссера. Общая сумма сборов составила 950 тысяч рублей. Все собранные средства будут направлены на лечение Варе Журавлевой, которая борется со страшным недугом, раком мозга. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжаются мероприятия в рамках декады инвалидов. Так, в минувшую субботу в региональном отделении Всероссийского общества слепых прошел шашечный турнир. По условиям игры все участники находятся в равных условиях. При необходимости на глаза одевают специальную повязку, чтобы игроки могли на себе прочувствовать, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями по зрению в своей повседневной жизни. Впрочем, даже находясь в условиях ограниченной видимости, они ведут активный образ жизни и занимаются спортом. У нас проводятся всевозможные мероприятия. Помоги себе сам. Лучше пользоваться мобильным телефоном. Играем в шашин турниры. Ходим в бассейн плавательный раз в неделю. Обучаем, значит, инвалидов приходится обучать на средствах реабилитации. Это вот флеш-плеерами разных видов. Мобильными телефонами. Мобильные телефоны же озвученные. Приходится это все обучать. Правая рука Бориса Бажукова – Луиза Павловна Хозяинова. В региональном отделении Всероссийского общества инвалидов она выполняет роль секретаря, бухгалтера, библиотекаря и реабилитолога. Человек потерял зрение. Ему дали инвалидность и все. В МСЭКе посылают к нам. Идите вот к Борису Бажукову, кто сразу идет, а кто-то еще не сразу приведут. А мы должны найти этого человека, чтобы этот человек был не потерян в жизни. Но мы приводим его в чувство, что вот все равно вы должны жить. И есть средства, которые помогают вам. Сегодня региональное отделение Всероссийского общества слепых объединяет более 110 человек с ограниченными возможностями по зрению. В декабре следующего года отделение отметит 80-летний юбилей. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Сегодня в Нарьинмаре состоялось торжественное открытие регионального чемпионата WorldSkills Russia. В этом году участие в нем принимают 75 учащихся, умения которых будут оценивать 85 экспертов, в числе которых и приглашенные гости из разных регионов России. В Нинецком округе чемпионат проходит уже в четвертый раз. Его участников поименно представили в ходе парада, который прошел во Дворце культуры Арктика. В нынешнем году на чемпионате 8 компетенций, три из которых новые – сантехника и отопление, лабораторный химический анализ и социальная работа. Помимо этого молодые специалисты продемонстрируют свое мастерство в поварском деле, предпринимательстве, ветеринарии, электромонтаже, физической культуре и фитнесе. Данный чемпионат, это, конечно же, проводится, точнее, с целью популяризации рабочих профессий и все-таки вовлечения молодежи в производственный сектор экономики. В этом году участие в чемпионате у нас принимают 75 участников, 85 экспертов, в том числе сертифицированные эксперты из других городов Российской Федерации. Также хотелось бы отметить о том, что экспертами у нас являются и работодатели непосредственно из Нинецкого автономного округа, за что им хотелось бы выразить отдельные слова благодарности. Нинецкий округ стал официальным участником международного движения WorldSkills в октябре 2016 года. Соответствующее соглашение было подписано Союзом молодые профессионалы. Сегодня хотелось бы выразить благодарность участникам и организаторам чемпионата за то, что они поддерживают это направление, это развитие. Нинецкий автономный округ является довольно активным участником этого движения. И мне кажется, это очень важно, потому что в Нинецком автономном округе есть направление, где эти специальности могут быть применимы. Чемпионат пройдет в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills. Победители смогут представить округ на отборочных соревнованиях перед финалом, которые состоятся после окончания цикла региональных чемпионатов во всех 85 субъектах Российской Федерации. Финал национального чемпионата молодые профессионалы пройдет летом 2020 года в Кемеровской области. Первый этап игры Arctic Hero – фитнес-битва состоялась на Рьенмаре в это воскресенье. 17 команд встретили в зале дюц-лидер. Главное в этих соревнованиях не победа, а участие. Ведь организаторы спортивного мероприятия уверены, Arctic Hero – это возможность испытать себя, проверить свои внутренние резервы, преодолеть сомнения и страхи, поднять боевой дух. Подробности далее. 17 команд, а это более 100 участников. Среди них профессиональные спортсмены, любители и совсем новички в мире фитнеса. Все они готовы проявить свои способности. Команды выступают в категориях. Корпоративный старт – от организации или учебного заведения. Командный старт – просто товарищеские объединения. И профессиональный старт – команды от спортивных клубов и федераций. Команда наша, наша команда организации, «Дьюс Лидер». У нас все тренера, один тренер австралининского завода, Галина Добрычева, она нас собрала, обзвонила, предложила такую интересную идею. Мы согласились, выходной день развеяться, объединиться. Это скручивание, вот это ноги, и отжимание очень тяжело. Это надо оттуда, сразу туда, нагрузка очень сильная. Ноги уже вот так вот, бежишь, лишь бы не упасть. Очень тяжело, а так очень интересно. Наша телерадиокомпания тоже не осталась в стороне от спортивной битвы. Собрала свою команду – «Север». А что? Бегать с микрофоном, носить камеру со штативом – вот и тренировка на силу и выносливость. Раньше, лет пять назад, в округе проводились для разных организаций различные соревнования, где можно было просто выступить от своего предприятия. И как-то, ну, тут и командный дух, и, как это сейчас модно говорить, давно уже такого не было, и клево, конечно, что появилось. В первом этапе фитнес-битвы командам предложены восемь испытаний. По мнению организаторов, справиться с которыми доступно абсолютно каждому. За выполнением заданий каждого из участников следят судьи. Ну, конечно, сложно. Тут больше, наверное, даже переживаю, чтобы у всех все получилось. Тут основная задача данных соревнований – это людей, наверное, привлечь к спорту как-то. То есть это каждый преодолевает себя. Тут медали получат все. Все нормально будет. Пока участники «Арктик Хиру» отжимаются и приседают, балконы разрываются от эмоций. Болельщики поддерживают свои команды как могут. «Свезда, надо, 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 надо!» Соревнование «Арктик Хиру» проводится в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт. Норма жизни», а также молодежного форума, который проходил в Наринмаре в течение трех дней. На площадке ЗОЖ 25 молодых ребят прошли подготовку в качестве тренеров и сегодня на соревнованиях они в числе организаторов. Что для нас самое главное, чтобы эти ребята после вот этого обучения в дальнейшем в регионе могли самостоятельно проводить мероприятия именно общественные. Например, может быть, кто-то из них станет тренером дома своего, да, и между домами в регионе будут какие-то проводиться фитнес-битвы. Может быть, кто-то станет тренером какого-то определенного района. И в дальнейшем эти ребята смогут привлекать как можно больше людей к здоровому жизни. Состязание «Арктик Хиру» включает в себя три этапа. Следующий – подвиги. Пройдет 30 марта также в закрытом помещении, а 15 сентября на фестивале здоровья и спорта состоится гонка по пересеченной местности «Герои Арктики». Ну что целью было не просто человеку, ну, дать какую-то плюшку или еще что-то было. Целью все-таки, чтобы действительно, может быть, для кого-то это старт, для кого-то это начало. Представляете, как круто, когда ты только вливаешься, быть здоровым или хочешь, и у тебя такой уже старт. Он такой, может быть, кому-то это поменяет жизнь. Дай бог лучшую сторону. По итогам первого этапа «Битвы героев» все, без исключения участники, получили медали. В кубке же достались в корпоративных стартах команде «Гвардия», в командных – ворошиловским стрелкам, а в профессиональных – арктическим волкам. Кроме того, в рамках мероприятия был установлен новый рекорд в спортивной истории округа. Участники «Арктик Хиру» присели более 5200 раз. Иван Никонов, Ольга Руссул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.